что сегодня более 200 человек было задержано в Беларуси, и, похоже, начинаются какие-то протестные движения. Вот если посмотреть на экономическую ситуацию, в которой оказался Лукашенко, оказалась Беларусь, насколько сегодня у Лукашенко есть все основания, с вашей точки зрения, переизбраться и чувствовать себя комфортно более-менее, то есть чтобы все устаканилось. Есть ли у него для этого экономическое какое-нибудь основание? Потому что ведь многие говорили, что что бы там ни говорили, но Лукашенко создал в Беларуси такой оазис Советского Союза, и там как бы все казалось внешне очень хорошо. И экономика, там производство развивалось, Китай туда пришел, инвестиции пришли. Вот насколько сейчас экономическая ситуация, благоприятна для Лукашенко, чтобы он все-таки как-то удержался? Слушайте, на самом деле я слышу, конечно, такие утверждения, что там все хорошо, но в действительности они такие от истины, потому что там, конечно, создан разница в советскости. Там действуют и советские фактические стандарты, которые реально соблюдаются в отличие от того, что было советское имя. И, в общем-то, республика выглядит весьма ухоженной и аккуратной и так далее. Но при всем при том, я не вижу там никаких инвестиций. Китайский технологический парк строится много лет, до конца так и не построен. Там есть определенные китайские инвестиции, в первую очередь там в бизнес, недвижимость и прочие такого рода объекты. Но Лукашенко категорически выступал против любого прихода иностранцев, даже россиян, в крупные предприятия. Мы помним долгую сделку по поводу попыток слияния МАЗа и КАМАЗа. Мы помним страшные истерики по поводу приватизации в пользу господина Биотрансгаза и так далее. И, в общем, большинство белорусских предприятий, они государственные. Мы помним, как Россия пыталась купить белый скалий. Тоже там были такие цены предложены, которые не существуют в мире. Поэтому, еще раз, во-первых, экономическое положение там не блестящее. За последние 15 лет мы видели несколько девальваций. И фактически обещание Лукашенко, которое как мантра повторяет с 2007 года, о том, что у вас будет зарплата 500 долларов в среднее, доходит до этого уровня. Потом, соответственно, через полгода возникает новая девальвация. И следующие там 6 лет она уверенно движется обратно к 500 долларов, потом снова срывается вниз. То есть, в данном случае, это действительно российский вариант. То есть, на самом деле, мы видели какой-то потолок, в который эта экономика уткнулась. И прыгнуть за пределы этого поставления не получается. И, конечно, основа этой экономики, она была в российской нефте, которая значительно менее перерабатывалась, получалась за Россию по дешевым ценам, и продавалась его по виду нефтеподуктов, а более дорогим. Поэтому я не могу сказать, что есть очень точные оценки того, какие были объемы этого трансферта, но, в общем-то, они были весьма значительные. И говорить о том, что сейчас в Беларуси все прекрасно, с точки зрения экономики, я бы точно не стал. А что касается Лукашенко, понимаете, еще раз говорю, этот человек абсолютно неадекватен на сегодняшний день, с точки зрения оценки ситуации. То есть, если бы он хотел действительно показать экономический подъем к выборам, то я думаю, что мог бы сделать это из каких-то резервных фондов, обеспечить те же самые пандемийные пособия и что-то в этом духе. То есть, я думаю, при желании каким-то образом сгладить разочарование в себе было бы можно. Я не могу сказать, что это привело бы к огромной популярности, но, по крайней мере, не вести себя так идиотски, как он себя вел в ситуации с пандемией, и попытаться как-то поделиться с народным передвижным какими-то экономическими результатами, я думаю, что это было вполне возможно. Но это не было сделано вообще. Никакого диалога с населением он вести не пытается. И, собственно говоря, я думаю, что сколько там осталось? 27 дней, и вот это все, что ему осталось. То есть, вы считаете, что он проиграет выборы? Он их выиграет, конечно, рисовывает, но его сметут. Он не будет президентом 1 сентября. Вот, знаете, еще с прошлого года начались разговоры среди разных экспертов, которые занимаются вопросами безопасности, о том, что Россия будет играть свою игру в Беларуси, что Лукашенко уже не дает России создать единое государство, это проблема. И многие связывали вот эту игру российскую в Беларуси именно с предстоящими президентскими выборами. Вот как бы вы сейчас это прокомментировали? Потому что я недавно говорила с Ильей Пономаревым. Он считает, что для Путина план номер 1 или план A, это все-таки не просто остаться лидером затем России, а стать лидером вот объединенного такого государства в России и Беларуси. Ну, смотрите, этот план, я тоже думал, что он был вполне реализуем. И более того, допустим, в прошлом году мы прекрасно помним, сколько раз мы встречались и пытались договориться, и это не вышло. Хотя, в принципе, этот план был во всех отношениях весьма удачен. Он мог бы вызвать в России какой-то определенный подъем, он бы создал для Путина некую новую позицию, для которой не нужно было бы меня и конституцию с таким странным образом. Но Лукашенко, кстати, не пошел. И я так понимаю, что это окончательно завершило его кредит доверия у Путина, потому что если он не пошел в эту ситуацию более-менее, скажем так, спокойно, то абсолютно непонятно, почему нужно верить ему в то, что он перезберется и снова пойдет по этому пути. Скорее всего, как раз он перезберется, если он не пойдет по этому пути, потому что это единственное, что, в общем-то, вызывает у белорусов поддержку в его политике. И на самом деле, если бы не было коронавируса, если бы не было этой безумной определенной кампании, то я думаю, что по состоянию в конце прошлого года, когда Лукашенко, в общем-то, всеми силами отбивался от пузырьских предложений об интеграции, я думаю, что какую-то определенную популярность он бы на этом имел. Но она улетучилась в результате эпидемии безумных экономических мер, не обращения внимания на здравоохранение, и потом вот эту гонение на оппозицию в ходе начавшей кампании. То есть, еще раз повторю, я даже если условно, представьте себе, что если Лукашенко нарисует себе все, что уже народ не сможет его снести, и если после этого придет Путину с идеей объединяться, то вот здесь ему точно не выжить, потому что эта идея не вызывает для Руси никакого восторга. Они относятся к России вполне адекватно, очень нормально, это самая фороссийская республика, но она хочет быть Россией другом, но не частью. И я их прекрасно понимаю. Поэтому я думаю, что здесь полный тупик. Кремль не может делать ставку на Лукашенко. На мой взгляд, для Кремля было бы гораздо разумнее на сегодняшний день это с распространением объятия, бежать к любому, кто выиграет. И наоборот, еще до того, как, я не знаю, Борюка сняет, Тихановская, которая сейчас последний опрос имеет 51%. Выходить на связь, общаться, договариваться. Слушайте, какая разница там будет? Больше, чем у Лукашенко обманывал путь, на него не обманет никто. Вот и все. Поэтому, опять-таки, Беруси так завязаны на российскую экономику, что это, конечно, не отдельная регион Российской Федерации, но все равно соскочить это она не сможет. То есть они не продают ничего особенного в Европу, кроме нефтепродуктов. Они очень много товаров продают в России. То есть реально, это страна, которая от России экономически серьезно зависит. И кто бы там ни казался власти, если относиться к нему с уважением и нормальности, то я думаю, что никаких проблем для России это иметь не будет. Поэтому я не понимаю, для чего держаться за Лукашенко. Это, собственно говоря, портит себе карму Беларуси. Потому что это то же самое, как биться в пятом году, в четвертом году за Янукович, а потом общаться с Ющенко. Вот это будет такая ситуация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!